Делитесь впечатлениями от боя. Какой он произвел на вас? Но в любом случае представителю категории ниже так вставать из-под Махачева еще не удавалось никому. Удивил Волкановский. Насчет ударной техники я сразу сказал, что Ислам не даст Волкановскому в полном объеме работать в ударке, рубиться, потому что будет держать его на джебе, на сбросах с линии атаки. Но в принципе так и произошло. Я говорю, на мой взгляд Ислам Махачев хорошо, не восстановился, не получилось восстановиться у него так, как восстанавливается к остальным боям. И выглядел он гораздо суше, чем обычно. Ну, то есть меньше. Я не знаю, с чем это связано. Сейчас остается только догадываться, пока мы его не увидим и не узнаем всей правды. Силы у него не было. Дефицит был силы в этом бою. Именно физической силы, не техники, а физической силы. Дышал неплохо, а вот по физике отставал от обычных своих кондиций. Но это опять же, на мой взгляд. Потому что он не должен был давать Волкановскому вставать так из-под себя. И он даже со спины, когда он держал Волкановского со спины у сетки, переводил его с каким-то трудом и необычными какими-то способами. Я думаю, что это из-за того, что у него не было физики подрыва, не было такого хорошего. Вот перед боем мы обсуждали, что Махачев имеет преимущество в росте над Волкановским. Но, с другой стороны, вот эта антропометрия Волкановской, она пойдет ему на пользу, что он такой крепко сбитый. Его как раз будет сложно переводить и удерживать. Вот этот фактор сыграл свою роль? Смотрите, я думаю, что переводить его не было сложно. На самом деле, переводить не было сложно. Но вставал он хорошо. Он каждый раз, когда цеплял его Махачев, каждый раз практически он его перевел. Ну, как и в принципе, я об этом говорил, что каждый раз, если он доберется до его ног, он его переведет. Но контрил он хорошо. Он с пола вставал хорошо. Он не давал. И физически очень крепкий такой камень. Прям видно, что он даже у сетки. Баланс у него хороший. Ноги крепкие. Его не так просто, допустим, взять там, стащить в партер. Да, есть такой момент. Я говорю, вот насчет переводов нет, а насчет того, что он вставал, да, я удивлен. Как он шел к сетке, физики ему хватало, допустим, когда Ислам мешком сидит сзади, идти к сетке спокойно, и у сетки разворачиваться, вставать, подниматься. То есть постоянную работу делать, да. Чем Ислам и Хабиб хвалятся? Тем, что они гвозят к полу, да, бетонируют и все, не дают вообще шевелиться. У Ислама эта работа в полном объеме не получилась, на мой взгляд. Но, опять же, нужно разбираться в причинах. Я думаю, что там есть веские причины, но он, мужчина, не говорит об этом. Но даже внешне, говорю, когда Ислам вышел в клетку, я сразу понял, что это не тот Ислам, который был, допустим, с Арманом, с Рукьяном. И во многих своих боях, там, с Оливейрой, он гораздо больше. Вот на пресс-конференции коллеги отметили, что вот перед этим турниром было меньше времени между весогонкой и турниром, потому что он начинался утром по австралийскому времени, а не вечером, как обычно. То есть, возможно, это собралось в уровне. Возможно, возможно. Я не могу, как бы, я говорю, остается только догадываться об этом, думать в догадке, короче, у меня только. А так, ну, я в целом видел Махачева, он был, не был таким Махачевым, какой был раньше. Я имею в виду чисто вот объем его и физическая сила в захватах борьба. Вот именно в захватах борьба. В захватах он всегда всех выигрывает. Просто он в захватах, он всегда всех выигрывает. И Волкановский представитель категории ниже в захватах смотрелся не хуже, чем Ислам. Можно ли сказать, что Волкановский вскрыл какие-то проблемы или пробелы Махачева в этом бою? Нет, нет. Волкановский открыл еще одну острую сторону Махачева, о которой я давно говорил, контроль дистанции. Он не мог нормально сближаться. Он, учитывая то, что он представитель меньшей весовой категории, он не мог, допустим, на скорости сближаться так, как хотелось бы ему. Контроль дистанции Ислама на высшем уровне, сбросы с линии атаки, остановки джебом. Ну, то есть он постоянно контролировал дистанцию и не давал Волкановскому раскрываться. Да, попал Волкановский, понятно, это пятираундовый бой. Люди 25 минут непрерывно дрались, но он должен был попасть, где-то должен был попасть. Ну, посмотрите на всех оппонентов, с кем Волкановский дрался до Ислама. Что было с ними и Ислам, да. Как он остро оборонял, держал дистанцию. То есть вообще не давал Волкановскому работать. Можно ли сказать, что это самые тяжелые бои в карьере Махачева? Ну, я думаю, что чисто из-за физической его формы. Потому что обычно, если бы он был восстановлен обычно, каким он в клетку выходит, я думаю, что там было бы более жесткое доминирование. Я не говорю, что он бы там 100% финишировал в третьем раунде у него. Я же сразу сказал, по-моему, вашему каналу тоже сказал о том, что засабмитить, допустим, задушить Волкановского не получится, скорее всего. Потому что он работает на высоком уровне с грэпплерами, которые на сегодняшний день, я вообще считаю их одними из лучших в мире. Он постоянно выполняет эту работу. Мы видели, сколько раз Ислам забирал спину, пытался задушить сзади его. И ни одно, даже близко не было к тому, чтобы как-то осложнить Волкановскому пребывание. Он спокойно спину давал и со спины сам же еще и бил. Нужен ли им реванш, или такая разовая история за первое место в рейтинге Панку Панку? Я думаю, что это будет интересно в первую очередь Исламу. Самому Исламу. Потому что Ислам не показал того Ислама, которого должен был. Это опять же, на мой взгляд, выступить. Должен был конкретно доминировать в каждом из раундов. Ему в этом бою, хотя он базовый борец, ударка давалась гораздо проще, чем борьба. Почему? Потому что не было, я говорю, той физики. Он и брал правильно захваты, но просто как будто бы Волкановский был настолько силен, что он просто вставал из-под него и все. Последний вопрос. Вот сейчас заговорили про, как будут развиваться события в легком дивизионе. И судя по всему, Оливейро будет драться с Дариушем, победитель выйдет на Махачева. Как вы думаете, кто выиграет Оливейро или Дариуш? Сложный вопрос для меня и один и второй. Очень достойные ребята, которые находятся в топе не просто так. Я думаю, что все-таки Оливейро может победить Дариуша. Почему? Потому что Оливейро вообще, кроме Махачева, в последнее время никому не проигрывал. И если поражение от Махачева в моральном плане его не подломило, если он будет работать так же, как и со всеми остальными соперниками до встречи с Махачевым, я думаю, что Дариуша он обыграет. Ну и опять же, как мы видели, Дариуш очень хорошо приспосабливается к таким ребятам, которые находятся в топе и делая выводы из, допустим, определенных их боев последних, достаточно грамотно, их лагерь, их вообще оппозиция полностью выстраивается таким образом, чтобы максимальный дискомфорт, допустим, бой с Гамратом. Ну, Дариуш показал, что он не тот парень, который не смотрит бои или готовится так, как обычно. В этом бою Дариуш был вообще другим Дариушем, абсолютно другим, нежели он делал свою необычную, нестандартную работу, не давал бороться, но, в общем-то, Дариуш тоже достаточно грамотный. И на сто процентов сказать, что один из них выиграет, я не могу, но предпочтение отдаю больше Оливейре. Если Оливейра победит, а будет ли реванш Оливейра-Махачев конкурентным? Ну, конкурентным вряд ли, я думаю, что в той же манере все будет, также Махачев будет переводить и грузить, и забивать его фартеры. Эта херрия будет.